Огромное количество людей работают в разных до еще населения органах, да, но гораздо большее количество людей работают в организациях, которые дуют, которые дуют, что все работники СМИ Чечни всех, значит, обязали со своих зарплат по 3000 рублей перечислить в фонд Кадырова на борьбу с карантином. Мы ведь не можем из-за лизоблюдства кадыровцев отказаться от чеченского слова. Такое ощущение, что они смотрят великолепный век, там, или как этот был, Эртугрул, и пытаются подражать им, именно вот этим восточным падишахам. Как ты думаешь, насколько разделено чеченское общество? Ведь огромное количество людей работают в разных доящих населения органах. Чеченское общество, оно, конечно, сильно разделено, инзари сильно, и это к разделению, к сожалению, не только на там пророссийских и так далее. Очень огромная у нас в этом плане проблема. Это было неминуемо. Без этого никак. Всех эти моменты постигали. Мы тоже не исключение. Это такой новый этап нашего развития, наверное. К сожалению. Огромное количество людей работают в разных доящих населения органах. Да. Но гораздо большее количество людей работают в организациях, которые доют, которые доются. В любом случае, те, кто доят и получают с этого какие-то финансы, их гораздо меньше, чем те, кто их пополняет, эти их кошельки. И в целом, даже те люди, которые находятся в каких-то организациях, государственных ведомствах, там, даже они тоже являются теми, кто платит эту дань. И, кстати, как раз мы коснулись этой темы, сегодня я получил информацию, что все работники СМИ Чечни всех, значит, обязали со своих зарплат по 3 тысячи рублей перечислить в фонд Кадырова на борьбу с карантином, на поддержку населения, мол, чтобы закупать продукты, ну, наверное, еще маски, там, лекарства. Не знаю, что они еще на это купят. В общем, работники СМИ жалуются, жалуются, теперь им нужно будет по 3 тысячи перечислить, зарплаты у них наверняка не велики. Если у человека зарплата, допустим, 20 тысяч, и он 3 тысячи из них отдаст, то останется 17 тысяч, да, это же ощутимо. Вот. С одной стороны, вы можете сказать, да, их-то не жалко. Я не говорю, что жалко. Да, работников СМИ, наверное, не жалко, действительно, ведь они являются частью этой пропагандистской системы. Но это пример того, что даже их, как бы, даже они тоже от этого страдают. Они не являются исключением из этих правил, да, их тоже дуют. Разве падишах кадыровцев не является Путин, так как он президент России? Ну, по идее, да, должен быть. Узник чернокозого лагеря смерти. Брат, обращаюсь посредством тебя к чеченцам. Братья, перестаньте бояться, как минимум. Ставьте лайки, Анзор, Свены, Тумсо и другие братья наши, мотиваторы. Аллах, не простить нам наш страх. Будьте мужественными и достойными своих отцов. Брата Анзора, Свены, убили, а мы его поправляем. А брата Анзора, он имеет в виду, младший брат Анзора погиб, его убили кадыровцы. Мартан Хо, в Аллахе Тумсо, если бы русские не были потомками рабов, то мне было бы стыдно, что у нас падишах. Но мне стыдно за падишаха перед ингушами. Царь дел ладоулацт эх деттер дук войн из. Ведь само слово падишах нам никто не навязал. А люди сами приняли и называют его за его подачки. В Аллахе Тумсо. Меньше всего, наверное, мы должны о таких вещах думать. Как раз таки вот те силы, эти российские, кремлевские, это они очень грамотным таким образом сделали так, что мы друг с другом на Кавказе грыземся, народы наши. Особенно чеченцы ингуши, это вообще поражает. Ближе как бы, ну нет, больше нет никого. Для чеченцев нет ближе, чем ингуши. Для ингушей нет ближе, чем чеченцы. Мы настолько близки. Не значит, я не говорю, что мы с другими далеки, там все мы являемся братьями. Но мы еще, даже если бы нас не объединяла бы религия, мы еще как народ являемся очень близкими. Имея как бы один корень, понимаете. Мы говорим на одном языке, на разных диалектах. Мы имеем практически одни и те же обычаи, почти, да, за исключением там некоторых особенностей. И при этом мы больше всего думаем там, чтобы теперь эти нас не упрекали. У них там какие-то свои заморочки с нами. И это как раз то, чего хотят в Кремле. Это их такая успешная работа, пропаганда. Патча – это правитель, в этом нет ничего плохого. А если ты думаешь, что перед Патча надо присмыкаться, это уже твоя проблема. Да, я согласен, что зависит все, конечно, от того, что вкладывается в это. Но именно в вопросах с Кадыровым это жестко, конечно. Потому что там Патча, говоря Патча, они прям реально делают из него Патишаха. Вы замечали, вот он разговаривает на совещании, называет фамилию Чуто, и тот встает. А когда у нас было такое, когда-нибудь истории вы помните, чтобы Джохар Дудаев на совещании разговаривал, называл Чуто, фамилию, и он вставал. У меня такое ощущение, что когда Кадыров говорит, допустим, о чем-то, допустим, он включил эфир в Инстаграме, и допустим, что-то разговаривает, рядом с ним никого нет. И он говорит, вот Даудов, когда обращался, и Даудов, сидя дома у себя, смотря этот эфир, встает, наверное, по привычке уже. Или вы видели, когда, допустим, Даудов недавно делал эфир с этим, типа, врачом с Лос-Анджелеса, который, непонятно, вроде бы и не врач, актер, не знаю. Он делал с ним эфир, и после того, как тот отключился, подключается Кадыров и говорит Саламу Алейкум, типа, туда-сюда, и этот, отвечая ему, Лорд, он встает, понимаете. Просто, не знаю, я такого не припомню никогда, ни на одном совещании Дудаева я такого не припомню. Я не припомню, чтобы это было у Яндарбиева, у Масхадова. Это вот это присмыкание, делание из него реального такого-то султана, султана Чечни, понимаете, по дишах. Хотя те были реальными лидерами, не назначенными Кремлем, понимаете, не присмыкающимися перед кремлевским хозяином, царем. А этот-то присмыкается, этот сам себя называет его пехотинцем, и всех своих сторонников называет пехотинцами Путина. Короче, печально это все. Обрати на меня внимание, расскажи за Татарстан, неужели мы могли так же всполыхнуть, как Чечня, с уважением Казани? Конечно, могли. Я очень доволен твоим ответом про Мазхаб, брат, дай Аллах тебе, твоей семье здоровья и благополучия. Амин, барык Аллаху фиг. Пытаясь выглядеть всесторонне развитым, ты иногда вводишь людей в заблуждение. Под чахом чеченцы всегда называли глав государств царя, генсека, брежнева, президентов Горбачева, Дудаева и Масхадова. И не путай это с восточным падишахом. Мы ведь не можем из-за лизоблюдства кадыровцев отказаться от чеченского слова. Да я с тобой согласен, Митрандир. Я поэтому сказал, что мы и раньше это говорили. Но просто в это слово никогда не вкладывался такой смысл, как это делают при Кадыре. Это понятно, я могу тебе привести пример, допустим, есть интервью, где сидит Дудаев, Яндарпиев, и им задающий вопрос журналист говорит, Лерми Пача, он говорит Дудаеву, и задает далее свой вопрос. А Дудаев ему на это отвечает. Эти клички, он говорит, и клички, эти клички Пача, Мача, нам они не нужны. То есть, вы понимаете, вот раньше, даже если это употреблялось, вот это Пача, в это вот такого смысла, как при Кадыре, никогда не было у этого слова. И сами наши лидеры, они проявляли скромность в этом вопросе. Например, Масхадов сам себя никогда не называл Пача. Масхадов сам себя называл президентом. С этими, конечно, там именно вот в восточном смысле Падишах имеется в виду, когда они обращаются к нему. Это показывает вот все то, как они сидят, как они друг с другом общаются, как они себя ведут, понимаешь. Вот такое ощущение, что они смотрят великолепный век там, или как этот был, Эртугрул, и пытаются подражать им, именно вот этим восточным Падишахам. А так, от самого слова, конечно, я не говорю, что мы должны отказаться, но даже если здесь об этом говорить, то я думаю, ты не будешь спорить, что Пачах, это взято от слова Падишах. То есть, мы можем, мы, может быть, это и применяем, не только к Падишаху, но изначально это слово имелось в виду именно Падишах. Пачах. Чеченский вариант, слово Падишах. Но я не говорю, что от этого слова тебе нужно отказываться, ни в коем случае. Просто нужно не вкладывать в него этот смысл. Вот, что нужно. Падишах. Падишах. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...